Здравствуйте, уважаемые подписчики! В администрацию города поступает много вопросов и обращений от жителей города. Многих новошахтинцев интересуют вопросы о выплатах и пособиях, оформляемых и выплачиваемых через Управление социальной защиты населения. Сегодня в прямом эфире заместитель главы администрации по социальным вопросам Елена Ивановна Туркатова. Здравствуйте! Добрый день! Елена Ивановна, одна из самых популярных тем — это соцвыплаты. Расскажите, какие виды пособий в Новошахтинске выплачиваются семьям с детьми и какими пользуются? Спасибо за вопрос. В городе Новошахтинске, так же как и по всей стране, действует очень серьезная, существенная система по организации выплаты в мир социальной поддержки и, самое главное, семьям с детьми. Все это направлено в первую очередь на демографическое развитие, в том числе, в первую очередь, конечно, нашего города. Основные виды выплат — это все, что касается выплат семьям с детьми. Это пособия на ребенка, единовременная денежная выплата на детей из многодетных семей, пособия по уходу за ребенком до полутора лет, единовременная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, единовременная денежная выплата на детей первого и второго года жизни и много-много других самых различных видов выплат семьям, имеющих детей. Всего в городе выплачивается 17 видов пособий и выплат семьям с детьми. И нужно отметить, что 9 из этих выплат — это региональные миры социальной поддержки и 8 видов — федеральные. В связи с мобилизацией россиян появились новые выплаты и пособия. И на Вашахтинск не исключение. Какие выплаты и льготы положены мобилизованным гражданам и членам их семей? Указ президента Российской Федерации об объявлении частичной мобилизации присваивает мобилизованным статус военнослужащих, проходящих военную службу в вооруженных силах Российской Федерации по контракту. Им положены те же самые льготы, что и контрактникам, а также предусмотрены дополнительные социальные гарантии. Если мобилизованный заключает контракт, то в первую очередь ему единовременно будет выплачено 195 тысяч рублей. Членам семьи лиц, призванных на военную службу по мобилизации, а к ним относятся, я перечислю эти категории, супруг, супруга, несовершеннолетние дети, родители, усыновители, опекунные попечители, вот для них предусмотрены, я перечислю, следующие меры социальной поддержки. Это бесплатное горячее питание обучающимся государственных общеобразовательных организаций Ростовской области. Бесплатное одноразовое горячее питание, в том числе и выплаты компенсации студентам, обучающимся по очной форме обучения по программам профессионального образования в государственных профессиональных образовательных организациях Ростовской области. Предоставляется право бесплатного посещения занятий детям по дополнительным образовательным программам в государственных организациях дополнительного образования Ростовской области. Оказываются социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, признанным в установленном порядке, нуждающимся в социальном сопровождении. И здесь я хотела обратить бы внимание, независимо от состава семьи и без учета дохода семьи. Это очень важно и это нужно знать тем, кому положены льготы. Предусмотрены меры по содействию в поиске подходящей работы, организации временного трудоустройства подростка в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Предусмотрена организация профессионального обучения дополнительного профессионального образования. Мобилизованным гражданам предоставляется отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам. Участники специальной военной операции получают статус ветерана боевых действий, который предусматривает льготы по пенсионному обеспечению и компенсации оплаты за наем или содержание жилого помещения в размере 50%. Это касается содержания ремонта и общего имущества в многоквартирном доме, это касается и услуг по управлению жилым домом, а также взноса на капитальный ремонт. Все эти меры социальной поддержки мобилизованным гражданам в городе Новошахтинске предоставляются всем перечисленным высшим новокатегориям. И если для кого-то сегодня это новость, они что-то узнали для себя и то, о чем ранее не пользовались, я рекомендую обратиться в Управление социальной защиты населения или в Управление образования администрации города Новошахтинска за дополнительными консультациями и получениями всех этих положенных мер социальной поддержки. Спасибо. За время прямого эфира мне подсказывают, что нам поступил еще один вопрос. В связи с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги поступают вопросы о оформлении субсидий. Что меняется, что не меняется? Субсидии выплачиваются постоянно, длительное время, тем не менее вопросы у людей возникают, потому что великое количество тех, кто пользуется этой услугой. Субсидии предоставляются гражданам в том случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, это самое главное требование, на что нужно обратить внимание, превышают величину 20% в совокупном доходе семьи. Субсидии предоставляются в том случае, если семья, проживающая в том или ином жиле, не имеет задолженности, у них нет задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, и есть еще условие, если заключено соглашение на погашение имеющейся задолженности. Что нужно для этого сделать? Использовать все возможные способы, которые существуют на сегодняшний день, подать заявление о рассмотрении назначения субсидий, а это можно сделать традиционно или через МФЦ, или через Управление социальной защиты населения, можно подать заявление на единый портал государственных услуг, отправить заявление почтовым уведомлением, заявление будет рассмотрено, Субсидии предоставляются на 6 месяцев, и по истечении этого срока граждане имеют право также обратиться еще раз с подобным заявлением для получения субсидий. То есть повышение тарифов никак не повлияет? В любом случае нет. Спасибо. Какие изменения нас ждут с 1 января 2023 года? Новшества есть? Есть новшества, коснусь некоторых. Мы начинали наш разговор сейчас с видов пособий, выплачиваемых в семьях с детьми. Вот как раз-таки здесь у нас с Нового года будет новый вид пособия, он будет называться универсальным пособием. С 1 января 2023 года это универсальное пособие объединит 6 ранее действовавших видов пособий. Все это касается, в первую очередь, конечно же, я уже говорила об этом, это пособия выплаты семьям, имеющих детей. То есть суть здесь в чем? В соответствии с поручением президента, и это поручение, безусловно, успешно будет выполнено, было предложено использовать более упрощенную систему при назначении, при оказании мер социальной государственной поддержки нуждающимся семьям. И здесь рассматривается период уже от беременности женщины до достижения ребенка в 17 лет. Это действительно будет универсальное пособие, и это облегчит с момента подачи заявления вообще рассмотрение факта рождения ребенка. То есть я обратила внимание, что уже с момента беременности женщины мы будем знать о том, что ей положено на данном этапе, какие выплаты, и дальше при рождении ребенка и достижении возраста 17 лет. Что нужно сделать в этом случае? Точно так же использовать имеющиеся возможности и подать документы, приложенные к заявлению, в первую очередь это, конечно, должно быть заявление, использовать в электронный портал, единый портал государственных услуг, подать заявление через МФЦ, или обратиться, что тоже новое, обращая внимание жителей нашего города, или обратиться теперь с подачей заявления лично в территориальное отделение социального фонда. С 1 января у нас в городе Новошахтинске вместо двух существующих на сегодняшний момент пенсионного фонда и фонда социального страхования будет существовать и работать в городе отделение социального фонда. Расположено оно будет по адресу проспект Ленина 6, на базе ныне работающего пенсионного фонда. Заявления будут рассмотрены, будет дана оценка дохода семьи за период 12 месяцев предшествующих в периоду и дате подачи этого заявления. На данный момент уже разработаны и успешно они будут использованы в работе механизмы по более быстрой, по времени, быстрой оценке финансового положения семьи. До настоящего времени возникали проблемы и, естественно, это вызывало недовольство у тех, кто обращался за назначением тех или иных видов пособий, потому что условия наличия и подтверждения имеющихся доходов в семье и, соответственно, проверка этих доходов, проверка оснований принятия заявления к рассмотрению назначения какого-то из видов пособий, это иногда тратилось до 4 месяцев на это. Сейчас мы рассчитываем на то, и все идет к тому, что этот период рассмотрения и проверки финансового положения семьи, доходов в семье, будет сокращен до месяца. А выплаты будут назначаться по тем же правилам, как и сегодня выплачиваются пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Если в семье несколько детей в возрасте до 17 лет, то пособие назначается на каждого ребенка, указанного в заявлении родителей. Еще один момент, который вызывает вопросы у наших жителей, но я обращаю внимание на это, при назначении пособия также будет учитываться имущественная обеспеченность семьи и занятость родителей. Пособие назначается в том случае, если взрослые члены семьи имеют заработок или объективные причины его отсутствия. Это очень важное требование. Мы рассчитываем на то, что благодаря внедрению единого пособия унифицируются правила выплаты на детей в возрасте до 3 лет. Это позволит нашим жителям получать поддержку из бюджета на детей в возрасте до 3 лет всем нуждающимся в семье, вне зависимости от очередности рождения ребенка. А как часто женщина должна подавать заявление? Вот с наступлением 1 января 2023 года мы так предвидим до конца. И я, честно скажу, еще не знаю всей этой системы назначения, но мы думаем, что и заявление подавать не нужно. На этапе беременности женщины, рождения ребенка, подаются документы и медицинские учреждения, и управление социальной защитой населения, органы за акции и так далее. В чем и смысл универсального пособия? Настолько его унифицировать, что, я так думаю, что не нужно будет с женщинами обращаться с заявлениями на назначение каких-то определенных видов пособий. Все будет автоматически. Я думаю, что получится именно так. Елена Ивановна, я благодарю вас за интересную беседу, за информацию, которую вы дали нашим гражданам. И на сегодня это все, дорогие подписчики. А если вы хотите быть в курсе всех событий, которые происходят в городе, подписывайтесь на официальные аккаунты администрации города ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграме. Мы обязательно ответим на все ваши вопросы, на которые они ответили, может быть, сегодня. Продолжение следует...